Уже более 10 лет общественные формирования города признаются лучшими на разных уровнях. Работа неравнодушных пинчан по благоустройству своих придомовых территорий, подъездов, входных групп – это показатель не только бережного отношения к местам общего пользования, но и желания создавать для себя и для других комфортные условия проживания. Содействие и поддержку в этом постоянно оказывают специалисты жилищного ремонтно-эксплуатационного управления. Тесное сотрудничество ЖРЭУ города Пинска с общественными формированиями, а также с городским советом депутатов, носит плодотворный характер и дает свои результаты. В августе этого года в Пинске проводилась выездная сессия городского совета депутатов, в ходе которой рассматривался вопрос об участии общественности города в благоустройстве территорий общего пользования. В тот день депутаты посетили дворовые территории домов номер 26, 28 и 30 по улице Савича. Эти дворы были выбраны не случайно. В свое время поэтапно эти домовые комитеты становились победителями областного смотра конкурса на образцовое содержание домов и придомовых территорий. В свое время поэтапно домовые комитеты домов номер 26 председатель Макаревич Ольга Валентиновна, номер 30 Демченко Наталья Николаевна и номер 28 в текущем году Дюев Андрей Николаевич признавались лучшими в областном смотре конкурсе среди органов территориального общественного самоуправления по улучшению жизнеобеспечения населения. Домовой комитет дома номер 28 в текущем году занял первое место в областном смотре конкурсе. В прошлом году в рамках года народного единства жильцы реализовали здесь проект под названием «Три колоска». Почему три колоска? Три колоска и появились на дворовой территории. Почему три колоска? Потому что вот этих три дома едины во мнении в плане благоустройства дворовых территорий и содержания мест общего пользования. Ну и конечно же, коль участвуют жильцы, общественность, в ходе сессии мы обратились с просьбой к депутатам горсовета, чтобы простимулировали работу наших общественных формирований и оказали спонсорскую помощь на закупку детского спортивного уличного оборудования для установки на дворовой территории этих домов. В микрорайоне по улице Савича проживает очень много молодых и многодетных семей. И родители заботятся о том, чтобы их дети были заняты полезными делами, вели правильный образ жизни, а не просто слонялись по улицам. Потому и в соседних дворах уже установлены игровые и спортивные комплексы. Просьбу жильцов этого дома услышал депутат горсовета, директор управления капитального строительства города Анатолий Сухаревич. Во время выезда сессии депутатов на многоквартирную жилую застройку обратились жители, где преимущество – это социальные семьи, значит, об приобретении и установке тренажеров. Ну, в принципе, их просьба была услышана. Спустя непродолжительное время три спортивных тренажера производства пинского предприятия «Кузлетмаш» были установлены во дворе. И сейчас детвора с удовольствием и пользой на них занимаются. От жильцов нашего дома я хочу сказать очень большую благодарность за то, что нам помогли установить то, что мы хотели, много добивались этих тренажеров. А конкретно Сухаревич Анатолий Иванович очень сильно нам помог в этом. Так что ему очень большая и огромная благодарность за это. Будем дальше как-то стремиться, может, докупать, может, что-то еще, новшества какие-то вводить. Ну, пока на данный момент меня устраивает то, что я вижу, что происходит. Дети занимаются, это видно плотно, как бы. Это уже говорит о том, что я хотел и добился того, что они не курят за углами, не пьют, а занимаются спортом. Инициативному и неравнодушному пенчанину, председателю домового комитета Андрею Дюеву, и принадлежит идея создания спортивной площадки. К слову, премию, которую общественное формирование получило, заняв первое место в областном смотре, жильцы и планировали потратить на покупку и установку спортивного инвентаря для детей. А сейчас, благодаря оказанной спонсорской помощи, эти 50 базовых величин пойдут на другие, не менее полезные нужды. Еще в будущем поставить видеонаблюдение, если получится, значит, внутри подъезда. Ну, закупка, может, цветом на следующий год. Делаем то, что, допустим, повреждено было на первых и на вторых этажах, опять заделываем, то есть докупаем какие-то клея, то-то-то, ну, всего по чуть-чуть. Все это стало возможным благодаря совместной плодотворной работе с сотрудниками ЖРЭУ, специалисты которого постоянно взаимодействуют с жильцами, домовыми комитетами и оказывают всяческую поддержку в реализации идей по благоустройству. Примеров образцового содержания дворовых территорий, мест общего пользования в Пинске много. В текущем году в рамках года исторической памяти жильцами дома номер 26 по улице 60 лет Октября председатель Калаур Юрий Григорьевич было выполнено оригинальное художественное оформление входных групп, где отражены этапы истории города Пинска. Также свирепа Ольга Николаевна Брестская 142Г и многие-многие другие. Бережное отношение к месту, в котором живешь, желание создавать красоту, комфорт и удобство для себя и для окружающих – это прекрасный пример всем горожанам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok